Новосибирск Новые школы в Новосибирске, которые должны были сдать в этом году, достроят в следующем. Серьезные задержки по нескольким крупным концессионным проектам в регионе прокомментировал сегодня губернатор Андрей Травников. Отвечая на вопросы журналистов, на итоговой пресс-конференции глава региона сказал, что все отставания связаны с изменением технических проектов и согласованием этих изменений. Так, при строительстве трех школ подрядчик вынужден был разбирать фундаменты, построенные без подтверждения госэкспертизы. Наш частный партнер понадеялся на легкие решения, на возможность заработать на удешевлении проекта, на внесении изменений конструктив. Причем мы весной его предупреждали, что обязательным условием подобных изменений подтверждение со стороны глав госэкспертизы государственной. И скорее всего предлагаемые изменения не получат подтверждения экспертизы. Тем не менее, вот он был абсолютно уверен, поторопился возвести измененные фундаменты. Но в итоге получил отрицательное заключение и по нашему требованию вынужден был переделывать работу, разбирая то, что поторопился сделать. Да, можно надеяться, что к первому сентября следующего года часть из шести школ будут введены в эксплуатацию, потому что работы на объектах на всех ведут. Но с единственной оговоркой «Жизнь есть жизнь» мы видим ситуацию, когда подрядчики или наши частные партнеры, переоценив силы, вдруг, как говорится, сдуваются, уходят в бронхродство. Сложная ситуация возникла еще на одной крупной стройке при участии инвестора. Сдачу четвертого моста через ОПП, напомню, отложили на год до декабря 2024-го. Причины те же – согласование изменений в проекте. Областной бюджет приостановил финансирование стройки до получения экспертизы. Были внесены изменения в проектную документацию, в проектные решения. Ну, если честно, они оправданы с технической точки зрения, даже, может быть, с экономической точки зрения они оправданы. Но они должны быть подтверждены заключением глав госэкспертизы. Если раньше мы как-то опирались на обещания и ждали, что вот-вот из экспертизы изменения выйдут, то сегодня заняли достаточно жесткую позицию. Будет экспертиза – будут деньги. Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проекта. В отличие от школы 4-го моста, станцию метро «Спортивный» уже достроили, но открыть пока не могут. Из-за введения санкций и подорожания строительных материалов проект тоже пришлось менять. Согласование изменений затянулось. Андрей Травников предположил, что к весне все процедуры завершат, и новую станцию можно будет ввести в эксплуатацию. Губернатор подчеркнул, что никаких замечаний по качеству работ нет. Новый рояль зазвучал в детской школе искусств номер 25. Инструмент стоимостью почти 2 миллиона рублей подарила учреждению строительная компания. Рояль доставили из Японии в Новосибирск. Он прибыл в сильный мороз, и некоторое время инструмент, как говорят, отстаивался. Сегодня после последних настроек на нем сыграли лучшие воспитанники школы. Чем хорош новый рояль? Да еще фирмы Кавайи, прекрасная японская фирма. Потому что важно, как отзывается клавиатура, как отзывается рояль на малейшее движение наших пальчиков, когда мы прикасаемся к инструменту. И вот сегодняшние инструменты, они сделаны потрясающе. То есть даже дети, вот вчера у нас был академический концерт, педагоги мне сказали, что дети были ошеломлены, и им поставили лучшие оценки, чем они обычно получали. Удобно отзывается, и это, конечно, будет здорово. Это, на самом деле, очень хороший пример взаимодействия власти и бизнеса. То есть, когда поступило предложение о том, что, ну вот, оказать содействие, выбор пал на школу искусств номер 25. Она расположена у нас в микрорайоне МЖК. Это очень большой микрорайон, и охват достаточно серьезный. Мы задаем вопрос, работаем на вашей территории, давайте что-то придумаем совместно. Ну, вот, каким-то образом выплыл рояль, я уже, сейчас уже не вспомню, кто эту идею предложил. Дальше пошла просто проработка, варианты, марки, что лучше, что хуже, консультации со специалистами, ну, и вы его видите. Каждым вторым, малым и средним бизнесом в Новосибирске владеет женщина. Об этом рассказали на ежегодном форуме предпринимателей. Он прошел сразу на семи площадках и собрал около тысячи участников. Самозанятых, предпринимателей, общественников и чиновников. Руководители успешных компаний поделились своим опытом развития новых направлений в кризисные времена. Пандемия показала то, что, знаете, многие скалодромы, очень мощные, сильные в России, закрылись. А мы успешно продолжаем двигаться дальше, растем. Истории действующих предпринимателей, женщин, которые либо в период пандемии, да, либо в период каких-то ограничений, связанных с логистикой, они нашли на себя выходы, они нашли в этом точки роста. Это очень важно. И очень важно на сегодняшней площадке, кроме того, чтобы поделиться опытом, но еще и вдохновить тех, кто раздумывает над тем, стать предпринимателем или нет, дать какие-то советы, дать возможность быть наставниками. Дело в том, что очень многие женщины начинают путь предпринимательства, уходя в декретный отпуск. Появляется время на то, чтобы переосмыслить те мысли, идеи, тот опыт, который есть, накоплен. И если женщина оказывается в нужной среде, когда ее готова поддержать, такие же женщины, как она, рассказать про свой путь, который тоже был не всегда простым, с большей вероятностью эта женщина сделает шаг, рискнет и станет предпринимателем. Я считаю, что это очень ценная тема, чтобы женщины были адаптированы в семья, бизнес, чтобы им не мешало одно другому. Это такая забота именно в гендерном плане. Город Новосибирск четко шагает в ногу и даже впереди относительно мероподдержки предпринимательства. Дом юн. армии открыли в детском центре Кравелла. Теперь воспитанники патриотического движения обретут собственный штаб. Здесь ребята будут проходить не только военную подготовку. Большое внимание в центре уделят урокам истории и географии. Сюда будут приглашать ветеранов боевых действий. В планах департамента образования открыть филиалы дома юн. армии в разных районах города. Товарищ старший динар, в флоте детского московского центра Кравелла, юн. армия города Новосибирска, по случаю открытие дня дома юн. армии построено. Командир флотилии главного старшиногайса. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Областной дом юн. армии создавался в октябре. Мы инициативу подхватили, приняли решение. И вот на базе нашей Кравеллы мы создаем, ну я бы так назвал, единый штаб, да, у армии у людей в погонах штаб должен быть. Это городской центр юн. армии. Конечно, мы будем проводить различные мастер-классы по военной подготовке. Воспитательная часть – это обязательные условия учебного процесса. Научить ходить строем в ногу, разбирать автоматы – это недостаточно для того, чтобы быть патриотом своей страны. Конечно, это разбор исторических событий, это встречи с участниками специальной военной операции, с ветеранами Великой Отечественной войны. Здесь же у нас проходят различные мероприятия, культурно-массовые, и обязательные элементы – это балы. Все курсанты изучают вальс, обучаются вальсу, и сейчас ребята один из элементов продемонстрируют. Это все-таки действительно важно, потому что, я считаю, у каждой организации должно быть место проведения. Это все-таки дает больше сплоченность коллективу и больше организованности в каком-то движении. Наши юнормейцы и поступают в высшие военноучебные заведения, идут с желанием служить вооруженные силы, а посему наши движения на правильном пути. И вот сегодняшнее открытие Дома юнормей – одно из условий формирования патриотизма в наших юнормейцах. В наших планах на этом не останавливаться. Конечно, огромный город, филиалы городского Дома юнормии будут постепенно появляться на территории города Новосибирска. Может быть, это даже для того, чтобы и большее количество ребят увлекалось. За вклад в развитие образования города получили награды новосибирские компании. Для них устроили праздничный концерт вместе на встречу Новому году. Свои вокальные и танцевальные номера показали юные новосибирцы. На концерт пригласили руководителей предприятий и банков, которые поддерживают масштабные проекты отрасли образования. Среди них единый городской выпускной «Время первых», детский форум «Азбука больших возможностей», педагогические советы и многие другие. Некоторые организации сотрудничают с департаментом уже не один десяток лет. Наше сотрудничество с департаментом длится с 1993 года. Мы где-то в архивах нашли первые договорные обязательства именно этого года. Мы участвуем во всех активностях, которые организует департамент. Это и городская линейка, педагогический совет, выпускные. В более 20 лет мы награждаем, поощряем лауреатов различных уровней конкурса «Педагог года», «Учитель года», «Воспитатель года». Это областной, городской уровень, межрегиональный и так далее. И вот это уже стало хорошей традицией, когда ту подрастающую смену новых учителей, новых педагогов мы поддерживаем, дарим подарки, говорим добрые слова, проводим совместные чаепития. В общем, наша история, взаимоотношения очень долгосрочная и очень позитивная. Культовый фильм братьев Коэнфарга перенесли в Сибирь на сцену театра «Старый дом». Главный герой, продавец автомобилей, заказывает похищение собственной жены, чтобы получить выкуп от ее богатого отца. Особенность постановки в том, что актеры сами меняют сценарий во время выступления, поэтому даже режиссер не знает, что произойдет в следующую секунду. На работе сдержался, надо было сказать, что... Это заснеженная история про заснеженных людей в чем-то, ну, как бы это наш безумный мир прямую выходит, не знаю, там, о семейных ценностях, как всегда, о деньгах. В очень маленьком городке, в очень маленьком пространстве. Иногда мы говорили о Искитиме, иногда мы говорили о Бердске, о каких-то маленьких городках. И мы немножечко, как будто бы в замороженном состоянии, немножечко, как будто отстаем, что ли, от большой цивилизации в нашем безумном заснеженном мире, куда главный герой идет и не знает, куда... В любой момент хочется его остановить немножко. То есть ты хочешь сказать, что на том участке ты собираешься построить паркинг? Да, я понимаю, что мало. Мало? Это дофига денег. Да нет, я про то, что места мало. 60 лямов, знаешь ли, сумма приличная. Я понимаю. Я исполняю роль Леши, это стажер, который находится в процессе обучения. Леша может показаться таким безнадежным, но защиту хочется сказать, что он не такой, потому что... Он, возможно, и хотел бы сделать какие-то правильные выводы, выдвигать какие-то серьезные версии, но он просто пока это не умеет. Такой персонаж вы его можете встретить в последней жизни. Не обязательно, что он будет полицейским. Мне кажется, такой персонаж, возможно, в каждом из нас есть в какие-то моменты, он просыпается, когда нужно принять какое-то серьезное решение. Теперь неприятная вещь. Это похищение, я забыл тебя предупредить. Мне нужно надеть этот целотонный пакет тебе на голову. Ты не против? Ты не против? Отлично. Ай, просто, мужик. Ай, просто, нам попалась идеальная жертва. Мы говорили с драматургом о том, что, наверное, самое интересное, это было бы применить эту историю в себе и понять, что это за такой фарга в нас. Очень много импровизации в спектакле. Есть довольно много зон импровизации, которые мы сохранили. То есть сегодня будет спектакль в некоторых сценах. Я не знаю, что актеры будут говорить. Надеюсь, что они знают, но вот я не могу сказать, скажут нас сегодня про это или про то. Вот. Так что это такой немного игровой прием, договорившись примерно о том, что такое это фарга. Актеры в некоторых сценах импровизации. А-а-а-а! Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». Слушать можно в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор». Гости – директор Рестопаба Виталий Беспалов и стилист Марина Воробьева расскажут о том, в каком наряде встречать Новый год и что приготовить на праздничный ужин. А на сайте nsknews.info читайте интервью самой возрастной участницы конкурса «Тихая красота-2023». Смотрите новосибирские новости на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин